В эфире первого независимого программа «Время Че» и я, ведущий Артём Кондратьев. Здравствуйте! Мужчина, который сбил женщину в Смоленке, подозревается ещё в одном убийстве. Напомним, что 11 мая в районе цирка Шапито полицейские обнаружили автомобиль Ниссан, на котором насмерть сбили 33-летнюю женщину. В салоне находился пьяный мужчина. Он утверждал, что он не водитель, а пассажир. За рулём, по его словам, находился муж его знакомой, который и принадлежит машинам. Правоохранители стали искать второго мужчину, но нашли его уже мёртвым. В его смерти подозревается псевдопассажир. По версии следствия, подозреваемый поссорился с потерпевшим во время застолья и несколько раз ударил его ножом в грудь. После этого обвиняемый взял машину и поехал в город, по дороге сбив женщину. В отношении него возбуждено два уголовных дела. В Забайкальском краевом суде началось рассмотрение апелляционной жалобы бывшего заместителя мэра Читы Анатолия Куликова. Осуждённый на пять лет чиновник настаивает, приговор был слишком жестоким. А во время рассмотрения дела суд первой инстанции не учёл множество фактов, предоставленных стороной подзащитного. Суд другой, лица те же. В зале заседаний сегодня собрались давние знакомые. Бывшие заместители мэра Читы Анатолий Куликов и Любовь Клейнос, а также предприниматель Михаил Михайлов. Все они фигуранты дела о взяточничестве в особо крупном размере, которое завершилось в марте этого года. Тогда Железнодорожный суд приговорил Куликова к пяти годам колонии строгого режима. Клейнос к трём годам десяти месяцам условно, а Михайлова штрафовали на три миллиона рублей. И вот сегодня суд собрался вновь на рассмотрение апелляции Куликова. Осуждённый заммэра считает свою вину недоказанной. По его мнению, приговор суда первой инстанции основан на догадках и домыслах. Однако апелляцию подала и прокуратура. Сторона обвинения считает, что прошлый суд слишком мягко обошёлся с Куликовым. И считает, что наказание должно быть ужесточено как к нему, так и к Михайлову и Клейнос. По словам прокуратуры, заммэра и предприниматель совершили преступление повышенной общественной опасности. А Куликов свою вину так и не признал. Кроме того, участники процесса, кроме прокурора, поддержали апелляцию Куликова, прося суд принять во внимание личность подсудимого. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, я предлагаю всем нам проявить милосердие, сострадание и с учётом возраста Анатолия Ивановича Куликова. С учётом его заслуг принять законное и обосновленное решение. Сторона защиты заявила ходатайство о приобщении к делу документов, распоряжении мрачеты о полномочиях Куликова, а также медицинские справки о состоянии здоровья осуждённого. Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда отложила судебное заседание до 14 июня, поскольку документы требуют проверки на допустимость. Артём Кондратьев, Николай Шунков, ЗАП-ТВ. Балейский суд вынес приговор местному жителю, который в марте этого года угнал автомобиль и решил покататься на нём по взлётно-посадочной полосе. Установлено, что вечером 15 марта мужчина вызвал такси, чтобы доехать до своего приятеля. Водителем приехавшей машины оказалась женщина. Решив, что отпора она не даст, злоумышленник изменил маршрут и попросил отвезти его на старый аэродром. Там он ножом перерезал ремень безопасности возле шеи водителя и заставил её выйти из машины, а сам отправился кататься по взлётно-посадочной полосе вместе с приятелем. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, угонщик попытался скрыться на чужой машине, но врезался в забор. Впрочем, сдаваться так просто он не захотел и убежал. Но его личность быстро установили. Злоумышленником оказался неоднократно судимый местный житель. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. А на сегодня это все новости. До свидания и берегите себя.